Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об очень опасном вредителе земляники и малины, с которым сталкивается буквально каждый огородник, который выращивает эти культуры, а именно малинно-земляничный долгоносик. И этот гад, вот я не зря сюда засел, потому что здесь имеются цветочки с признаками повреждения, выедает серединки цветков, они приобретают внутри черную окраску, и такой цветочек не имеет шанса сформировать урожай. Разумеется, что можно практически полностью лишиться урожая из-за нападения этого вредителя. Также похожие симптомы могут образовываться из-за действия низких температур, буквально заморозков. Но в случае повреждения долгоносиком, вот эта черная серединка является практически ровной по размеру. В случае же повреждения холодом, она имеет более-таки размытые края. Ну и если это холод, в этом случае, в серединке вы увидите такой приподнимающийся столбик недоразвитых тычинок. А в случае долгоносика, там будет выеденная ткань, буквально дырка. Поэтому вот таким вот образом вы можете отличить одно от другого и, соответственно, принять решение о правильном действии. Если это холод, ну обработайте посадки энтарной кислотой, потому что она является хорошим адаптогеном, энергетиком для всех растений. Ну а в случае долгоносика, конечно, надо было сделать превентивные, такие предварительные профилактические обработки. До цветения земляники вы можете использовать даже более жесткие препараты. Ну, желательно не на накотиноидного ряда, потому что они накапливаются, две недели болтаются по растению. И пчелы могут попасть под удары, другие опылители этих препаратов. Ну а такие контактно-кишечные препараты, как перитроидные препараты, тот же каратейн, тавир и многие другие. А также препараты фосфорорганического ряда, конечно, они очень токсичные, фуфанон, актелик. Но если у вас эта проблема ежегодная, вам деваться некуда, надо их использовать. Если же цветочки уже открылись, уже вот цветение идет массовое, как у меня здесь на этой посадке, в этом случае вы эти препараты использовать уже не должны, вы погубите всех пчел и других опылителей, это очень плохо. В этом случае вам поможет комбинированный препарат, который вы приготовите сами из битокси, бациллина и препаратов авермектинового ряда. А это не что иное, как, например, фитоверм или октофит или что-то еще. Их комбинация является в значительной степени эффективной для борьбы с многими вредителями во время цветения. Вам необходимо их соединить и обработать лучше в дневное, скорее утреннее время, потому что октофит, вот эти препараты авермектиновые лучше всего работают при высоких температурах. Но если у вас ночные температуры выше 15 градусов в этом случае, вы можете обрабатывать и на ночь. В этом случае препарат будет дольше держаться, а ведь они боятся еще и солнечного света. Поэтому обязательно надо обрабатывать полностью все растение, чтобы попало везде, в том числе под вот эти вот всевозможные чашелистики и так далее, вот здесь вот везде, чтобы оно все везде туда попало и в цветочек тоже, чтобы изгнать этого малиноземляничного долгоносика. Все то же самое касается и малины в той же самой степени. Тоже надо точно так же обрабатывать предварительно или уже по цветущему малиннику, а его пчелы любят вообще прекрасно. Вот этими самыми препаратами, вот этой комбинацией. Если вы будете выполнять эти рекомендации, то и будете использовать битоксибацилин с авермектинами, в этом случае вы имеете шанс побороть также клеща, а также сдержать развитие нематоды вот на землянике, на клубнике, на малине, на вот этих вот посадках. Так что ж, надеюсь, наши советы помогают вам содержать сад здоровым, а урожай получать большой при большой, без каких-либо ядовитых компонентов внутри. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok